Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Юлия Романова, и сегодня мы поговорим об одном очень провокационном и дерзком аромате под названием Playing with the Devil, игры с дьяволом от французского низшего бренда Killian. Итак, белая коллекция, белые квадратные флаконы, коллекция In the Garden of God and Evil, в саду добра и зла. Основным ритмотивом коллекции стал миф о грехопадении, сюжет изгнания Адама и Евы из райского сада. И Killian Hennessy хотела сравнить божественное и дьявольское в этой коллекции, и у него это неплохо получилось. Аромат стал четвертым парфюмом этой коллекции, завершающим. Если мы берем именно на рассмотрение квадратную белую линию этого бренда, был представлен аромат 28 мая на открытии бутика в Артикале в Москве 2013 года. Парфюмером стала великолепная несравнение Калис Бейкер. У нее очень много интересных работ, а в том числе, кстати, у нас спрашивают, что еще, кроме бренда Killian, чем она так прославилась. Так вот, друзья, один из самых любимых среди наших российских женщин, я думаю, не российских, аромат Versace Bright Crystal, это ее творение. Я думаю, все с ним знакомы, многие его очень любят и не расстаются с ним уже долгие года. Так вот, четвертый аромат белой коллекции Killian нереально цветочно-восточная фруктовая феерия. Итак, немного сначала о самой композиции. Вначале мы встречаем черную смородину, красный апельсин, белый персик и ричи. В сердце аромата мы можем увидеть розовую жасминку, даже без них. Я неоднократно упоминала о том, что парфюмеры очень любят это цветочное сочетание. И немножко красного перчика для придания пикантности сердечным нотам этого парфюма. А в базе мы встречаем белый кедр, сандал, пачули, бензоин, бобы тонко и ваниль. Очень красивая, манящая, тонная база. Кстати, бензоин. Что такое бензоин? Это смоленистое вещество. Оно нужно для фиксации аромата, для того, чтобы эфирные масла, которые входят в состав парфюмерной композиции, быстро не улетучивались. Таким образом, вот этот бензоин, ну к тому же еще есть другие фиксаторы, но в данном случае мы говорим о бензоине. Он является закрепителем в этом аромате, поэтому аромат очень хорошая стойкость до 10-12 часов. Аромат подходит, сразу оговорюсь, для любого времени года. Неважно, когда, главное, правильно дозируйте. Я неоднократно уже говорила в наших обзорах о том, что если жаркое, душное, особенно влажное лето, будьте очень аккуратны с нанесением, наносите аромат. Вот киля, я вас уверяю, хватит одного пшика, одного облака, потому что влажная жаркая погода делает свое дело, аромат раскрывается быстрее, мощнее и может при передозировке душить окружающих людей. По поводу самого аромата, вы знаете, когда открываешь флакон и тестишь, первое, что приходит на ум, это черная смородина. Неважно, будь то перетертый лист черной смородины, будь то горсть созревших и спелых ягод, но именно эта композиция об этой прекрасной ягоде, о черной смородине. Аромат очень провокационен тем, что когда его тестят, ну это и безусловно женский аромат, тестят девушки, кто-то говорит о нем восторженную отзывы, а кто-то говорит прям, ну это самое ужасное, что я когда-либо тестила. Поэтому, друзья, этот аромат мы вам рекомендуем для того, чтобы хотя бы иметь свое мнение насчет этого парфюма и знать его, а его знать нужно обязательно. Итак, игры с дьяволом. Да, действительно, это игры. Игры очень интересные, захватывающие, которые вовлекают в вас такую некую цветочно-фруктовую феерию и готовят вас к настоящему захватывающему приключению. Давайте обратимся немного к самому дизайну флаконов. Вот, как мы видим, это белые флаконы с золотой эмблемой, где написано название, аромат и сам бренд, с крышечкой золотой и шильдиком. Значит, шильдик, это вот, к сожалению, меня немножко отсвечивает. В общем, вот такой вот узор, который мы можем увидеть у всей коллекции этой линейки белых флаконов. Здесь есть некий узор, некий орнамент. Это не просто так. Первое, что мы видим, это два змея и яблоко. То есть два змея – это сам символ искушения, а яблоко – плод, из-за которого у нас все и случилось, из-за которого Ева вкусила и произошел самый большой человеческий грех. Далее, полукруг – это врата в Эдемский сад, в сад искушения и соблазнов. И далее мы видим виноградную гроздь. Виноградная лоза – это символ бога Диониса, бога веселья и экстаза. И дерево, которое дарует виноградную лозу, он дарует веселье, эротизм и немного даже сумасшествия этому человеку. На самом деле, это неспроста, такие узоры, потому что Киллиан Хеннесси придерживается той теории – живи здесь и сейчас, живи на полную катушку и не откладывай все в последний ящик. Наслаждайся каждым днем. Вот такой вот аромат. Упакован он в белый клатч. Есть вот вкладыш, где написано небольшое пожелание и некая информация о самой коллекции. Вот такой клатч в стиле арт-деко. На самом деле, вот такая форма клатча в виде портсигары была очень желаемым аксессуаром у барышень 20-х годов 19-го века. И первый бренд, который, ну скорее так, дом дизайнерский, который выпустил похожий клатч, это был Ван Клифф. Клатч назывался Минудьер. И именно оттуда Киллиан Хеннесси взял вот эту вот манеру, вот такой дизайн клатчей. Как мы видим, белый цвет – это цвет невинности, это врата, Ведемский сад. А змей – это сам символ искушения. И золотой цвет – это символ тщеславия и богатства. Тут все взаимосвязано, нет никакой-то простой детали, которая ничего не означает. Все очень логично. Итак, врата в Эдемский сад нас открываются, и мы видим прекрасную шкатулку, клатч, вернее, с гнездом-держателем. Если его вынуть, то у нас остается великолепный клатч, который мы можем использовать просто для выхода в свет. Очень красиво, очень оригинально. С таким клатчем вы будете в центре внимания. Упакованы клатчи вот в такую коробочку, где есть обязательно гнездо-держатель. Увидим, там есть специальные вставки для удерживания парфюма. И сзади вся необходимая информация. Кстати, Киллер Хеннесси на своих упаковках пишет состав. Он не скрывает ничего, все очень доподлинно известно, что ему большое спасибо. Вот такой у нас получился провокационный, интересный аромат. Мы его рекомендуем, повторюсь, на все сезоны, на любое время года. Помните о дозировке. По поводу возраста. Я бы сказала, что это аромат для девушек, наверное, постарше. 25 плюс это минимум. То есть не для молоденьких девушек. Он абсолютно нелегкомысленный. Он осознанный. Он придает сексуальности. Он придает дерзости образу. Поэтому я бы сказала, даже для самодостаточных уже женщин. Или, кстати, отлично подойдет для не первого свидания, а второго, третьего, четвертого и пятого. Когда первые впечатления о вас уже сложились. И на втором свидании необходимо показать, что у вас внутри таится. А таится вас очень много. Приятных вам покупок с нашим магазином AromaCode. До встречи в новых обзорах. Всем спасибо за внимание. До свидания.